Доброго времени суток друзья всем подписчикам канала привет огромная лень была сегодня снимать видео но так получилось что после третьего звонка заказа палочек и вопросов по посадке вешенки зимой я просто решил уже выйти все-таки снять это видео и ответить вот на эти все вопросы значит можно ли вешенку вообще высаживать зимой я сразу отвечаю что можно сами цели не замерзает он прекрасно себя чувствует при низких температурах плюс один плюс пять он прекрасно себе растет если вы будете закладывать пенек ничего ему страшного не случится закладывайте спокойно можете садить пусть он там себе произрастает относительно посадки палочковыми цели то что на на палочках та же самая история прекрасная пора зима вот видите какая зима вот это зима сегодня 10 декабря 2015 года 10 декабря вот такая у нас зима почему в это время при температуре на улице приблизительно плюс 5 плюс 7 градусов нельзя садить вешенку можно очень спокойно то что ближайшее время там наступит небольшие заморозки на какой-то период она нами цели никак не повлияет если вы сделаете посадку сейчас то велика вероятность что урожай вы сможете получить уже где-то весной или в конце весны дам сразу полезные советы если вы заказываете палочки у меня они придут на таких квадратненьких кантиках со стороной 5 миллиметров когда будете делать посадку обязательно делайте дырочки немножко шире немножко больше 5 миллиметров чтобы туда не заталкивать они туда спокойно входили потому что дальнейшего дырочку закрываете а внутри останется немножко воздуха немножко кислорода для того что мицелий дышал и прекрасно себе размножался зимняя посадка это мне кажется одна из лучших посадок вообще во все периоды года почему потому что в это время при таких низких температурах инфекция имеет очень низкую активность очень велика вероятность что ваш мицелий прекрасно себе зарастет и ему никто не будет мешать значит при температурах плюс один плюс два градуса он будет спокойно себе развиваться у него будет множество времени для того чтобы спокойно инокулировать колонизировать то есть весь вот этот пенек и таким вот образом ближайшее время дать урожай то есть таким образом палочковым материалом можно инокулировать как срезанные пеньки так и пеньки которые остались на корню после срезки среза деревьев я специально сейчас не буду углубляться как сверлить дырки как положить туда палочку как законопадить дырочку для этого есть множество видео в интернете разных потому что здесь нечего рассказывать это элементарная вещь для этого нужна дрель две руки и и палочковый материал палочками мицелий на палочках вот все что для этого нужно ну естественно пеньки и место где вы будете это все делать не буду на этом останавливаться а скажу вам что смело можно делать посадку зимой и абсолютно не опасаясь за то что там мицелий замерзнет там и еще что то с ним случится это тот фактор который меньше всего вообще может повлиять на рост вашего мицелия и в дальнейшем на получение урожая больше на него может повлиять инфекция которая прекрасно себя чувствует в теплое время года а в это время года она именно абсолютно интакт поэтому спокойно делайте свои посадки заказывайте мицелий и подписывайтесь на канал следите за дальнейшими публикациями потому что будет просто неимоверный материал неимоверный объем и полезных советов и всего самого интересного на канале на канале фанимашем скул до следующих встреч относительно мест для посадки и установки пеньков в любом месте в любом доме в любом хозяйстве находится ну вот например такие места вот под забором которые в принципе там ничем не заняты ничего там не растет и если туда поставить пеньки на которых есть возможность вырастить грибы то они скорее всего даже не испортят а скорее всего украсят такой вот ландшафт преспокойно пеньки для выращивания вешенки можно поставить в зарослях можжевельника таким вот образом и в принципе там они можжевельник будет создавать им тень они не будут каким-то образом влиять на ландшафт на территории и в то же время будет всегда возможность иметь тихую охоту вокруг своего дома на любой приусадебной территории можно разместить огромное количество таких пеньков вот примеру показываю что находится здесь у меня около дома прекрасное место для выращивания вешенки на пеньках ну и понятное дело что если вы высаживаете пенечки то в таких вот местах вот как видите сосны елочки и так дальше здесь можно создать вообще отдельную такую лесную зону где будут расти деревья грибы будет очень красиво красиво